Приветствуем в Доме Божьем! Давайте мы все перестанем для очищения Слово Божьей молитвы. И я прочитаю один псалом, это небольшой псалом, 127-й псалом, как песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий по тями Его. Ты будешь есть от трудов рук Твоих, блажен Ты и благо Тебе. Жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем, сыновья Твои, как масляничные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит Тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни Твоей. Увидишь сыновей у сыновей Твоих мир на Израиле. Это слова благословения. Но, как и все, почти в библейске благословения, они условные. Поэтому здесь основное условие, которое Слово Божие говорит, благословен всякий, боящийся Господа. Поэтому, пускай это блаженство сегодня будет в отношении непосредственно каждому из нас. Потому что мы те люди, которые пришли почитать имя Божие. И все благословения Библии, и те, которые перечислили в этом псалме, которые касаются всех сфер нашей жизни, и духовной, и материальной, и финансовой, и семейной жизни, они заключаются в правословном условии, если ты будешь бояться Господа. Поэтому, пускай сегодня Бог коснется нашего сердца, и мы еще больше исполнимся Его страха, почитания Его, Его любви. А мы об этом помолимся. Я верю, что Бог сегодня будет говорить к нашему сердцу. Поэтому приготовим наше сердце, слышно Его. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя сейчас. Мы благодарим Тебя за Твое чудесное обетование, Господь, Твое Слово. И Твое Слово, оно имеет силу и власть, Господь. Оно не меняется, когда меняемся мы, Господь. Когда мы бываем, Господь, неверным, Ты остаешься верным, Господь. Поэтому сегодня, Господь, приходя к Тебе, мы ищем Тебя, Господь, прежде всего. И мы ищем Тебя в благовении и страхе, Господь. Потому что Ты великий Бог. Ты славный Бог, Господь. Нет подобного Тебе, Господь. И мы в страхе и трепете приходим к Тебе, Господь, прославляя и поклоняясь Тебе. Потому что Ты великий Бог. Ты источник всякого доброго наяния, Господь. И Твое чудесное обетование. Так что благословится каждый человек, каждый человек, который боится Тебя, Господь. Я хочу быть таким человеком, Господь, я хочу поклоняться Тебе, Господь, я хочу приходить в благословение перед Твоей, Господь, и в этот вечер, Господь, мы пристали перед Тобой, Господь, поэтому да почувствуй благословение на каждом из нас, да проявится в нашей жизни, Господь, во всех сферах нашей жизни, в наших домах, в наших семьях, в наших финансах, в наших бизнесах, Господь, да будет Твое благословение, Господь, и я знаю, Господь, Ты верный в Своему Слову, и если мы исполним это условие, а не придут в нашу жизнь, и Ты в это будешь прославлен. А мы призываем Твое имя на это время, на это служение. И мы прошли, говори, Господь, к нашему сердцу. Касайся наше сердце, нашу разума. Обновляй наш разум, Господь. Изменяй, Господь. Мы готовы меняться. Мы готовы двигаться вперед, Господь. Поэтому мы веряем в Себя, и все это служение в Твои руки. А Ты будешь Ты, простой наш Бог, Отечественный Дух Святой. Аминь. На небесах да святится имя Твое, да приидит Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Господь прекрасен, Он велик, Он силен. Вы знаете, нам очень легко петь, когда зал поет. И нам очень нравится, когда мы слышим, когда зал поет. Я уверена, тем более Богу. Ему, я не думаю, что большое удовольствие, когда только группа на сцене поет, а зал молчит. Ему большое удовольствие мы предоставляем, когда мы все вместе поем, когда мы все вместе сливаемся в этой хвале Господу, Иисусу Христу, Спасителю, слава Ему. Вы знаете, Он так велик, Он так прекрасен. Вообще, мы можем скрыться от человека, от Бога мы никогда не скроемся. У Бога мы всегда видны, как на ладони. Потому, вы знаете, нам давайте жить так, давайте любить друг друга, давайте служить Богу от чистого сердца, так, чтобы мы действительно приходили в Его дом, просто открывали уста, и этот зал был наполнен Духом Святым, чтобы Его присутствие чувствовалось на этом месте, потому что Он единственный, для которого мы собираемся, к которому мы слышим. Господь, мы благодарим Тебя, Господь, да будет молитва Твоя приятна, Господь, да будет наша молитва приятна для Тебя, Господь. Прими нашу молитву, как жертву вечернюю, Господь, мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Господь. Да будет молитва моя для Тебя, благоухание, и жертву вечернюю пусть будет молитва моя. Да будет молитва моя для Тебя, благоухание, и жертву вечернюю пусть будет молитва моя. Господи, зову Тебя, Скорей приди к Тебе, я во славу, голос мой услышь, как я к Тебе взываю я. Господи, зову Тебя, Скорей приди, Тебе я во славу, голос мой услышь, как я к Тебе взываю я. Да будет молитва моя для Тебя, благоухание, и жертву вечернюю пусть будет молитва моя. Да будет молитва моя для Тебя, благоухание, и жертву вечернюю пусть будет молитва моя. Глаза мои устремлены к Тебе, к Тебе, Господь, спасенье мое, не дай попасть в капканы мне, от зла храни меня. Глаза мои устремлены к Тебе, в Тебе, Господь, спасенье мое, не дай попасть в капканы мне, от зла храни меня. Да будет молитва моя для Тебя, благоухание, и жертву вечернюю пусть будет молитва моя. Молитва моя, да будет молитва моя для Тебя, благоухание, и жертву вечернюю пусть будет молитва моя. молитва моя, молитва моя, молитва моя. Мы не хотим, Господь, просто так говорить Тебе, молитву заученную мне, Господь. Мы хотим Тебе говорить, как жертву, Господь. Мы просто хотим говорить Тебе, как с любовью, с любовью, Господь, от всего сердца. Мы хотим приносить Тебе хвалу чистого сердца, потому что Ты великий свят, и великие Твои дела. Чуден Ты свят, Господь, мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы превозносим Тебя, мы величаем Тебя, Господь. Ты царь, царь, Ты все во всем, Ты Бог, поклоняемся Тебе, О, свят, Господь, свят прекрасен, великий. Наши уста возносит Тебя, Господь, величаем Тебе. Мы славим Тебя, наше уста и сердце, мы славим Тебя, Господь. Свят, свят, ты едет. Свят, свят, свят. Свят, свят, ты едет. Свят, Боги, свят. Свят, свят, ты едет. Свят, свят, свят. Свят, ты едет. Свят, свят, великие чудные дела Твои. Твои, Господи, Боже, вседержите. Свят, 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 кто не убоится, не прославит Тебя. Свят, свят, свят. Свят, свят, свят. Свят, ты едет. Свят, свят. Свят, свят. Ты едим сядь, 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 ты едим сядь, сядь, сядь. Ты едим сядь, 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 сядь. Ты едим сядь, ты едим сядь, ты едим сядь. Ты едим сядь, ты едим сядь, ты едим сядь. Наши сердца мы полны благодарности Тебе, Господь. Мы величаем Тебя, Рота, Чираляусыр, Лаваны, Клубан, Таус, Урлэманы, Чидасыр, Лаваны, Глауэн. Мы преклоняемся при Тобой, мы величаем Тебя, Господь. Мы славим Тебя, Роту, Лучик, Эрлаусыр, Лаваны, Глауэн. Нет слов на языке, так что мы прославим Тебя, Господь, Так как Ты достоин, Господь, и от Тихо слов, Господь. Ты так велик, и Ты так прекрасен, и Ты всемогущ, Господь. И Ты друг наш, Господь, и Ты являешься другом для каждого из нас, Господь. Самым близким, Господь, даже если отец и мать откажутся, Господь, Ты никогда не откажешься, Ты никогда не предашь, Господь. Ты никогда нас не предавал, Господь. Господи, Ты единственный, которому мы можем открыться, С которым мы можем поделиться, Которому мы можем сказать все, Господь, Которому мы можем воздать славу, Которого мы можем прославить. Как Ты вели, Господь, Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, Как Ты велик, Аллилуйя Тебе, Слава Тебе, Господь, Аллилуйя, Свят Господь, Это не слова, Это наше сердце, Господь, Ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, Как Ты велик, Как Ты велик, Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, Как Ты велик, Как Ты велик, Как Ты велик, Великий Бог, Когда на них смотрю я, На все, что Ты создал рукой Твоца, На всех существ, Кого свой свет на руях, Ты даешь Ты любовью Отца, Когда поет мой дух, Господь, Тебе, Как Ты велик, Как Ты велик, Когда поет мой дух, Господь, Тебе, Как Ты велик, Как Ты велик, Когда смотрю я к небу в звездам вечных, Дети в нас светлые миры текут, Когда солнце и луна в мире вечном, Как в океане корабли певут, Когда поет мой дух, Господь, Тебе, Как Ты велик, Как Ты велик, Когда поет мой дух, Господь, Тебе, Как Ты велик, Как Ты велик, Когда поет мой дух, Господь, Тебе, Как Ты велик, Как Ты велик, Как Ты велик, Когда поет мой дух, Господь, Тебе, Как Ты велик, 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 Слава Тебе, Иклама Господь, Ты велик, Ты превознесён, Ты славен, Тебе слава и величие, Во веки веков, Во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Господь велик, Он велик. Аминь. 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 благ, но есть время, когда Он особо благ к нам, правда? Особо. Когда Он видит, что дети пришли в дом Его, когда дети славят Его, Он особенно, ну, Его благо умножается для нас, правда? Слава Господу. У нас хороший и близкий вечер, я знаю, что сегодня Господь приготовил для нас Слово, и оно будет сказано для нас, для пользы нашей. У нас есть замечательный гость, я рад, вчера мы встретили замечательную семью, Наталья и Вячеслав Конев, здесь, пожалуйста, вы пристаньте, приветствую вас. Спасибо, что вы посетили нас, это из Одессы. Он старший пресс-свитер, он опекает несколько церквей, он старший пастор, и он имеет особое место в моем сердце, в моей жизни. Прошлый для меня очень тяжелый год, это человек, который проявил мужество, верность, порядочность и сдал такой серьезный экзамен, поэтому я каждый день за него молюсь Богу, за его семью, за его жену и деток, пусть его Бог благословит, и сегодня он, ну, только перелет, поэтому он скажет приветственное такое слово. Сколько есть? 55 минут, 65 минут? Ну, пять минут, какая разница? Ну, приветственное слово. А проповедь он еще будет, говорит, пожалуйста, Вячеслав, благослови тебе, благослови тебе, Господь. Мы рады видеть тебя здесь. Слава Богу. Конечно, я очень рад находиться в Сакраменто. Когда я был полтора года тому назад здесь, первый, последний раз, это было тогда, я потом приехал в Одессу, и братья меня спрашивают, ну, как в Америке? Я говорю, знаете, братья, сердце мое осталось там, в Сакраменто, здесь тело меня с вами в Одессе. Я, мне очень понравилась Америка, я полюбил ее, и когда уже ехал сюда, ну, братья подшучивают и говорят, ну, ты когда приедешь в Америку, не забудь там землю свою родную поцеловать. Я говорю, нет проблем, ну, тут проблема с землей, говорю, это у нас на Украине много чернозема, а там в основном асфальт, бетон, это, я приехал сюда уже, смог одеть белые туфли, белые брюки, там еще пока так нельзя, потому что, ну, очень влажно, мы уезжали оттуда, там сильный дождь, просто ливень заливал. Ну, я рад, что я опять смог приехать в Сакраменто, и не сам, а уже со своей супругой. Мне очень тепло, очень хорошо. Почему? Потому что я вижу людей, которых я уже знаю. Я увидел Петра Владимировича, его семью, и самое главное, я смог попасть и находиться среди народа Божьего. Для меня это очень важно. Вы знаете, я когда захожу в Дом Господень, то я чувствую, что что-то в сердце моем сразу переворачивается в лучшую сторону. Я сразу чувствую, что у меня есть желание что-то говорить к Богу, у меня есть желание молиться, у меня есть желание просто взывать к Нему, потому что я знаю, что Бог слышит, и Он отвечает. И Петр Владимирович говорит, ну, приветственное слово, буквально несколько минут. Я открыл место из Священного Писания, это первое послание к Иринфянам. Я хотел бы прочитать 15 глава, я буду читать с 12 стиха. Итак, если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. А если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Аминь. Это большая теологическая тема. Но я знаю, что на этом месте нет необходимости доказывать кому-то, что Иисус Христос воскрес. Аминь. Я думаю, что на этом месте каждый человек находится, он сердцем своим верит, и он знает, что Иисус Христос, он умер, и он воскрес, и он оправдал в реке каждого из нас. И буквально у меня два вопроса к себе и каждому из вас. Поэтому и умершие во Христе в 18 стихе погибли. И я хотел бы задать вопрос. Каждый ли во Христе погиб? Каждый ли во Христе умер? Сегодня есть много людей, которые верят в Иисуса Христа. Особенно, когда садишься в самолет. Знаете, когда садишься в самолет, то у людей меняются лица. И все становятся сразу набожные, верующие. Кто-то что-то вытаскивает, кто-то что-то верит, что-то целует, на что-то смотрит, что-то прячет. Особенно набожные люди становятся там, когда самолет взлетает в небо, и каждый понимает, что он ничего не может сделать. Когда приземляется, раз все покидали, все, бах-бах, собрались, уже совсем стали другие люди. Были такие, как они и были. И я задаю себе вопрос. В Иисусе Христе каждый ли умирает? Каждый ли умирает свои грехи в Иисусе Христе? Своё личное эго, своё личное я, свою личную плоть, свою личную гордость, то, что из моего сердца. Почему? Потому что как водами все умирают, так и во Христе все оживут. Вы знаете, это слово оживут. Оно даёт жизнь в мой разум и в моё сердце. Церквя, я помню, когда я был последний раз здесь, я был в какой-то церкви. Я не помню в какой, и может быть, я не очень люблю об этом говорить, но я когда зашёл в церкви, я почувствовал такое-то, какое-то упокоение. Вы знаете, это страшно, когда ты заходишь в церковь, и ты чувствуешь, что церковь тяжёлая. Она в таком спокойном состоянии, что оживить её практически невозможно или это сложно. Я знаю, что об этой церкви так сказать нельзя, я благодарен Богу за это. Но послушайте, оживут, во Христе все уживут. Ты оживёшь во Христе тогда, когда твой личный грех, когда твое ежедневное эго, когда твое ежедневное я, оно будет умершлено. Вы понимаете, да? Это не один раз ты что-то делаешь, но каждый день ты встаёшь утром, и ты понимаешь, что тебе нужно достойно прожить этот день. Ты каждый день встаёшь и понимаешь, что в этом дне ты будешь бороться. Ты можешь сказать аминь. Ты можешь сказать, что тебе нужно прилагать усилия и припоясаться. Это не один раз в году, это не один раз в месяц, это не один раз в квартал. Это каждый день. Every day, как говорят у нас на Украине. Это нужно делать постоянно. Это нужно бодрство. Для чего? Чтобы в один момент я сказал, Господи, я оживаю с Тобой. Когда в один момент, когда ты хочешь воззвать Богу, когда ты хочешь помолиться, ты чувствуешь, что нету препятствия, нет никакой плиты на твоей голове. Ты чувствуешь, что молитва твоя, она не доходит просто до потолка, но ты знаешь, что ты услышан Богом. И даже если в жизни есть какие-то твои трудности, есть какие-то переживания, ты уверенно идешь со мной. Почему? Потому что Искупитель мой жив. Аминь. Я могу сказать, Аллилуйя, Господи, в Тебе я воскрес, в Тебе я жил. Почему? Потому что мой грех, он умер вместе с Тобой. Я знаю, что моя жизнь, она пришла ко мне, она есть со мной, и Господь дает это состояние оживления. Когда ты подходишь к Дому Божьему, когда ты берешь Слово Божие, когда ты начинаешь молиться, ты чувствуешь, что у тебя есть жажда, у тебя есть желание, у тебя есть топор двигаться, у тебя есть желание что-то делать для Господа. Когда у тебя есть такое желание, мой брат и сестра, ты живой для Господа. Я благословляю каждого из нас на этом месте. И я прошу, чтобы Бог явил свою милость каждому, кто поверил в Него. Каждому, чтобы Церковь Иисуса Христа, какая бы она ни была, я имею в виду, в каком бы месте или регионе, или в стране бы она ни находилась, но чтобы она всегда была живая. Как только ты чувствуешь, что твое состояние становится спокойным, ты усыпаешь, ты чувствуешь, что ты уже самодостаточен, ты уже, ну, просто ты крут в этой жизни, у тебя все прекрасно, твоя душа, она просто хорошая, ну, в финансах у тебя все хорошо, бойся, ты, значит, на опасном пути. Послушай внимательно, что может сделать твоя рука каждый день, что ты можешь сделать вообще по силам, что может сделать твой разум, твои мысли, как они могут послужить для Господа, для твоей семьи, для близкого и родного. Жертвуй, делай что-то, будь готов ко всякому доброму делу. Ты тогда жив. Живи, мой брат и сестра. Да благослови нас все, Господь. Аминь. Христос воскрес! Аминь. Уважаемые братья и сестры, мы имеем чудесное время, и сейчас давайте приготовимся, чтобы принести Богу жертву. Иоанн, апостол, он говорит во втором послании, в восьмом стихе, наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду, полную награду. Поэтому наблюдай не за кем-либо, а каждый за собою. Так человек устроил сам себя, что он все видит вокруг и ничего не видит вблизи. Вот, для этого мы, мужчины, носим очки, вот, с возрастом. Потому что с возрастом вблизи уже не видишь и оттягиваешь руки вот так вот. И когда руки уже становятся короткими, то тогда идем и нам дают приспособление. Друзья, Библия говорит, есть полная награда. И для того, чтобы ее достичь, смотри внимательно. За кем? За рядом сидящим, конечно же. Нет, за собою. Поэтому давайте привстанем, призовем имя Господне. Бог хочет дать полную награду для каждого из нас. И благословим его. Господь, слава Тебе! Ты дал нам это чудесное вечернее время. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам жизни, здоровье. И мы сегодня своими ногами пришли в это место. Мы, Господи, работали сегодня своими руками. Ты давал нам дыхание. Каждую секунду сердечко наше билось. Это и есть, Господь, Твоя благодать. Мы просто хотим сказать Тебе слава за это. Аллилуйя! Господь, мы не можем быть неблагодарными. Аллилуйя! Поэтому мы хотим принести жертву деньгами, которыми Ты дал нам. Благослови всех во имя Иисуса. Аминь! Присядьте, пожалуйста. Уважаемые братья и сестры, во время, когда мы делаем приношения, когда мы жертвуем, я хочу сделать некоторые объявления или донести информацию. Вы знаете, что мы молимся за людей, которые записаны в этой книге. На сегодняшний день здесь 597 людей, 597 душ, судеб, и они различные. И мы не ослабеваем молитвы, правда? Потому что мы должны подвязаться постоянно. Вы знаете, 597, 600 человек в году сколько дней? 365. Это почти два года Бог должен спасать каждый день по одному вот человеку. Вот если мы будем подвязаться в молитву. Мы не знаем, когда Он это сделает для каждого из них. У Него есть воля и план, но мы должны подвязаться. Я хочу попросить, чтобы вы после этого служения, я также буду просить его в воскресенье, чтобы те люди, которые хотят стать как бы в молитвенный фронт против всех дел дьявола, которые дьявол натворил в жизнях этих людей, и близкие люди, люди, которые представили этих людей, им неравнодушно состояние и позиция их родственников, их детей. Им неравнодушно. И они представили, они дали нам право молиться за них, говорить Богу и также противостоять дьяволу. И я попрошу вас, кто желает, очень серьезно подвязаться в молитве, подойти ко мне. Мы хотим составить список, взять ваш номер телефона. И уже в эту пятницу мы хотим объявить как бы такой день с утра до понедельника, с утра до вечера, в пятницу быть в таком бодрствующем, молитвенном состоянии. Мы не разбиваем время там по часам, кто, что будет, когда молиться. Нет, но просто ты держишь это сильно в памяти, в пятницу ты думаешь об этих людях. Ты просто в каждую свободную минуту говоришь, Господь спаси! Сегодня может быть одного! Освободи! Дьявол, ты не имеешь права на жизни этих людей, потому что Господь их творец, Он их спаситель. И вы знаете, в книге Деяния апостолов, 2 глава, здесь 16 стиха сказано, но это есть предреченный пророком Иеилем. И обычно мы цитируем вот этот, но будет в последние дни, залью от духа моего. Это все замечательно. Это есть обетование. И 21 стих, это заканчивается, вот это обетование следующим стихом. И будет, и будет, двоеточие, всякий, кто призовет имя Господне, что спасется. Мне нравится, что вот эти обетования заканчиваются вот этим основным, основным делом Иисуса Христа, это спасение. Не только пророчество, не только явленные силы через Дух Святой, но спасение, это главное, это последняя точка в жизни каждого. Это спасение, вечное спасение. И сказано, и будет. Это предреченное пророком Иеилем. Дух Божий еще через Иеилем говорил, что будет в последние дни, когда народ Божий будет представлять людей, ходатайствовать за них, то будет, они призовут имя Господа и спасутся. Знаете, мы молимся за этих людей. И некоторым хуже, потому что молимся. Почему хуже? Потому что, к сожалению, не всегда человек способен принимать решения, когда у него все хорошо. Например, одна сестра мне звонит и говорит, брат Павел, я благодарна Богу, что у меня есть проблема. Я хочу записать сюда имя одного человека. Это близкий человек. Я поняла, что он еще не спасен. Он уходит регулярно в церковь, но не рожден свыше. И говорит, я, вдруг глаза мои открылись, что у меня есть большущая проблема. И говорит, через это Бог хочет научить меня молиться. Уважаемые друзья, некоторым становится хуже по той причине, что им надо заставить, Богу надо заставить человека, чтобы он произнес сам, призвал имя Господа и спасся. Знаете, некоторые люди, находящиеся в этом списке, они в завете. Их однажды представили пред Богом детьми. Кто-то из них однажды обещал Богу служить чистой и доброй совести. Они в завете с Богом. И Бог имеет право на них. Вы знаете, Бог никогда Израилю не давал возможность отойти. И Бог сказал, ну, ушел, ладно, вали с миром. Нет. Он попускал на них врагов, давил им. И когда особенно книга «Судей» читаешь, то он давит, давит, давит. И написано, когда уже вот этот прессинг достигает какого-то максимума, человек, люди начинают вопиять. И тогда Бог поднимает Избавителя. Друзья, мы имеем Избавителя. Он пришел две тысячи лет назад. Мы имеем Его. Имя Его Иисус Христос. И сказано, призовет Его имя и спасется. Но надо, чтобы открылись глаза у этих людей. Надо, чтобы мы молитвами нашими, именем Сына Божьего, разрушили вот эту сеть дьявола, который накинул на умы людей. Эти люди в Завете, и они должны быть спасены. Здесь много людей в Завете. Они должны быть спасены, потому что Бог имеет право на их. Я бы сказал так, что Бог имеет право на каждого человека, потому что Он, во-первых, Творец. Творец. Поэтому, друзья, давайте будем молиться. И когда Вы хотите, чтобы участвовать в этой молитвенной страже, подвязаться в молитве, каждую пятницу мы будем иметь такое бодрствующее состояние. И когда вечером придем сюда, в девять часов вечера, наша внутренность, она вырвется в словах. И она будет идти к Богу, и Бог будет слышать. Его ухо будет преклонено. Но у меня есть одно условие. В эту молитвенную группу могут люди записаться только с условием, если они откажутся от всяких сплетен. Может быть, я никого ни в чем не подозреваю, но Библия нас учит. Это ходатайственная молитва. И уста должны быть чистыми, друзья. Ты не сможешь идти в духовную брань, когда устами пять минут назад был связан. Любое распространение всякой негативной информации, она должна оставить вашу жизнь. Теперь посвятите ваши уста. И если вы хотите, принявшие это условие, это серьезно я заявляю с этого места, если вы хотите участвовать, вы должны иметь и принять это условие и двигаться в молитве. И Господь обязательно благословит вас. Конечно же, он, дьявол будет атаковать, может быть, вашу жизнь, но вы позвоните нам. Мы распространим сразу же информацию другим людям. И вместе скажем, мы, Господь, едины. И дьявол не будет иметь никакого успеха, потому что Библия говорит, что Бог сокрушит его под ногами нашими вскоре. У него есть могучая крепкая рука. Нам нечего как бы драться с ним. Просто у Бога есть брань. Когда-то мне просто нравится вот это слово. Он говорит, Библия говорит, у меня есть война, вечная война с мадеонитянами. Помните, это непрекращающаяся брань. Война. Мне нравится это состояние духа у Бога. Он передает нам, чтобы и у нас было вот это состояние непрекращающейся войны против тех дел, которыми сатана связал этих людей. Вы готовы помолиться сейчас? Вот, если вы готовы, друзья, не надо долго, но надо искренне, живо, с верой, высвободить веру свою словами своими в живого Бога и провозгласить слова власти к тем людям, которые связаны разными силами демоническими. Поэтому давайте привстанем и искренне призовем имя Господа. Аллилуйя тебе, Иисус! Ты живой Бог! Аллилуйя тебе, Иисус! Аллилуйя тебе, Иисус! Аллилуйя тебе, Иисус! Все! Папа! Аллилуйя тебе, иисус! Аллилуйя тебе, иисус! Нам не выпустят веру свою величину! Ужеvent! Аминь, аминь, аминь. 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 Аминь, 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 аминь. Аминь, аминь. 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 Аминь, аминь. 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 Аминь, аминь. Аминь, аминь. Аминь, аминь. Аминь, аминь. Аминь, аминь. Аминь, 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 аминь. Аминь, 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 аминь. Аминь, 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 аминь. Аминь, 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 аминь. Аминь, аминь. Аминь, аминь. идем, и поэтому, знаете, я обнаружил четыре, епископ Свердиченко может больше и имеет ведение, ему больше дано, ну, по своей немощи, по своей, так, я молился, Господь мне открыл всего четыре, всего четыре, понимаете, поэтому я думаю, что дай Господь, чтобы все это выложить, хорошо, итак, друзья, нам, верующим христианам, необходимо бодрость в последнее время, почему, потому что, знаете, апостол Павел говорит, нам не безвестны его что? Умыслы, итак, умыслы врага, это таковы, чтобы прийти, что-то сделать, насолить, и апостол Павел со слезами на глазах говорит, слушай, уже больно мне, потому что некоторые совратились вслед кого? Сатаны, да каким образом может быть? Знаете, Сатана не приходит с рогами и с копытами, он приход в маске, и поэтому, знаете, очень тяжело вычислить его, как вот Санта-Клаус пришел, подарочек трясет, аж кто там за этим Санта-Клаусом в одежде, кто там? Вы знаете, и мы не видим, это нормально, хорошо, поэтому апостол Павел говорит, слушайте, мужья Божий, нам не безвестны его умыслы, его цель одна, украсть, убить и погиб, поэтому противник ваш дьявол, и мы сегодня посмотрим на основание священного места Писания, чтобы нам, дизель, увидеть, какие его маски, или как он работает. Итак, открываем место священного Писания, книга Апокалипсис, или книга Откровения, 12 глава, 9 стих, давайте очень внимательно посмотрим на это Слово Божие. Мы с вами читаем, и незвежен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольшающий всю вселенную, незвежен на землю, и ангелы его незвежны с ним. Итак, если мы внимательно посмотрели, мы увидели, незвежен был великий красный дракон. Я не хочу об этом говорить, потому что уже об этом давно проповедовал, DVD есть, уже никто хочет, можете взять, посмотреть, это разрушительная работа дьявола. Вы знаете, красный дракон имеет 7 голов, мощные, сильные головы, но он хитрый, он не действует головой, а действует чем? Хвостом. Почему? Сила дракона в головах, но он действует хвостом. Об этом мы можем в DVD посмотреть. Сегодня я бы хотел посмотреть на вторую маску. Это древний змей, древний змей, который из сатана или дьявол. Итак, о древнем змее я сегодня бы хотел поговорить, как он работает, как он приходит, и какая его разрушительная работа в последнее время, живущих, которые на этой земле. Итак, давайте посмотрим Божий приговор от начала, что Бог сказал в Едемском саду, когда согрешил Адам, Ева, когда змей обольстил Еву, и вот Божий справедливый приговор произносится. Давайте посмотрим внимательно. Бытие, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Итак, Бог говорит, слушай, я положу вражду. Другими словами, открывается война навеки и навсегда. Человек, хочешь не хочешь, но я вложил в твое сердце, в твой дух, мой иммунитет против этого. И когда ты видишь змею, когда ты видишь еще, скажи, какая у тебя реакция? Ой, хочется погладить. Какая ты хорошая? Или что у тебя? Вражда. Я не знаю, кто как воспитывается. Если даже как-то не здраво, но вы знаете, инстинкт у человека такой, вы знаете, что-то ищешь. Вражду положу. Поэтому Бог вложил в тебя и меня эту вражду. И Бог дал обетование этой женщине. Слушай, у тебя родится семя, у тебя родятся дети, и поэтому они будут воевать. Поэтому, брат, сестра, если ты перестал воевать, все нормально, хорошо, моя хата с краю, я ничего не знаю, это неправильная реакция. Бог сказал, я вражду положу, и поэтому или ты поражаешь дьявола в голову, или он уже давно-давно жалит тебя куда? В пяту. И ты этого не замечаешь. И, возможно, ты не видишь. Потому, знаете, когда змей жалит человека, вы знаете, приходит поздно, приходит яд. И человек медленно, бывает сразу, бывает медленно, но засыпает, умирает. И здесь катастрофа. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели. Я старался очень внимательно посмотреть, изучал эту тему внимательно. Я смотрел, что, оказывается, есть около 600 разновидностей всяких змей. 600. Это очень много. Но есть. Даже, вы знаете, что интересно, даже есть змей, которые летают. Давайте посмотрим Исайя, 30 глава, 6 стих. Там написано, там угнездится летучий, что? Змей. То сдох грехопадения. Вы знаете, змей, он летал, он ходил, но он не ползал. Это было новое для него. Потому что, когда был пригород, а теперь, слушай, ты не будешь летать, и ты не будешь ходить, а ты будешь ползать. Я унижаю тебя, и поэтому я дам власть человеку. Человек будет тебя поражать в голову. Он будет иметь власть над тобою. Но до этого мы смотрим, там написано много местописания, что змей летающий. То есть он летал в то время. И поэтому, вы знаете, видоизменено произошло в то время. Итак, есть разновидность змеев. Я просто очень коротко буду говорить, чтобы она понятна. Библейский. Я не буду говорить все. Итак, аспид, василиска, морской змеи, леофан, ехидина, и аспид, глухой аспид. Вы знаете, я немножко читал энциклопедию, там написано, что аспид, который притворяется глухим. И когда в Индии, вы знаете, я смотрел, когда опытные люди, они играют на флейте. И любая змея, даже кобра, кинг, снэк, это кобра, которая, знаете, она очень ядовита, но опытный человек, музыкант, играет, и она начинается просто танцевать, своя мелодия. Но, вы знаете, этот снэк, или этот змей, глухой аспид, он очень хитрый, и поэтому он старается, и так люди говорят, что, вы знаете, он старается одно ухо приложить к земле, другим хвостом затыкает, и поэтому сделает вид, что он спит. Этот человек играет, играет, слушай, наверное, ну, помер там уже, и только перестал, и вдруг раз, прижег, и братья отпевают, ближе Господь тебе, ближе к тебе. Отпели, ушел страну молчать. Почему? Потому что, не будь как лошадь несмысленный. Есть очень опасная порода. Это глухой аспид, притворяющий глухим аспидом. Но, я бы хотел, чтобы мы сегодня немножко посмотрели. Характеристика. Нападает неожиданно, укусает в незащищенное место, и яд их смертоносный. Три очень важных характеристики. Нападает неожиданно, кусает в незащищенное место. Он не будет тебя кушать, кусать ботина какой-нибудь. Он немножко повыше, там, где нету защищенности. Он там будет тебе приносить большое зло. И еще, друзья, я бы хотел, чтобы мы посмотрели характеристика. Это лукавство, хитрость, лисимерие и лесть. Вот такой образ, я сегодня рисую портрет змея, чтобы нам было понятно характеристика его, какой колор он имеет. Какой колор, вы знаете, мы сегодня возьмем, это им их много, тысячи есть, но зеленый, белый, розовый и голубой. И другие. Вот сегодня мы немножко коснемся, чтобы нам понятно было, потому что это очень важная тема. Я молился, и Дух Святой мне сказал, скажи об этом. Это очень важно. Почему? Потому что некоторых, дьявол, уже жалит в пяту. Уже же в пяту жалит, уже происходит поражение. И чтобы противостать сегодня, чтобы поражать его в голову, вы знаете, мы это не делаем. И поэтому, когда мы это не делаем, он жалит нас в пяту. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели еще одно место Священное Писание, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прилстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе». Обратно апостол Павел переключается на Новый Завет. Говорит, Павел, а что ты взял? Ну, пропитая Христи, распятая Пазани, от Божьих откровений, почему же ты спускаешься вот на эти вещи? Вот я боюсь за вас, как змей Еву хитростью прилстил. Каким образом? А он поставил Слово Божие под сомнение. Он зашел с другой стороны и сказал, слушай, правильно ли сказал Бог? Правильно ли ты поняла? Он подставил Слово Божие под сомнение. И женщина, она усомнилась, она открыла двери, вы знаете, он жалил ее в пяту. И поэтому в Адаме все согрешили и все лишены славы Божьей. Поэтому апостол Павел со слезами на глазах говорит, слушайте, вы уже, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Вы должны знать Священное Писание. Поэтому я боюсь за вас, что змей, он будет жалить вас в пяту, если вы не будете его поражать в голову. Поэтому, друзья, это очень важная мысль. И поэтому, как змей прилстил Еву, и она уже не поверила Слову Божьему, она уже не сконцентрировалась на Слове Божьем, на Божьем обретовании, что Бог сказал, не вкушай, храни себя чистой, делай то, что я тебе попрошу или приказываю. Но она нарушила. И она пошла на компромисс и потерпела крах, урон и падение. Сегодня, Павел говорит, слушайте, это были образы для нас. Поэтому, друзья, я хотел, чтобы мы сегодня посмотрели. Знаете, некогда Анане, который был время, он пришел к апостолу Петру и сказал ему информацию, что вот мы хотим принести, принести деньги. И апостол Петр сказал очень важную мысль, послушай, зачем ты допустил сатане вложить худую мысль куда? В сердце свое. Поэтому дьявол, он всегда посылает худые мысли. Он жалит нас пятую. Каким образом? Как? Не просто ты идешь, и вдруг наступил на змею, и она тебя ужалит в буквальном смысле. Нет. Но вы знаете, мысли, поэтому дьявол посылает нехорошие мысли. Когда пришла нехорошая мысль, ты должен поражать. Во имя Христа отодет меня сатана, а ты допускаешь, и приходит мысль и поражает тебя. И поэтому лукавые подозрения, ненависть, клевета, и столько-столько мыслей, вы знаете, и он поражает, и потом человек не радуется, не великует, не благорит Бога, а почему-то лицо печальное, пасмурное. В чем дело, брат? А потому что уже он тебя ужалил в пяту. Я бы хотел, чтобы сегодня мы посмотрели однажды книжки фарисея. Они хвалились, они говорили, что отец у нас Авраам. Они хвалились Моисеем, говорили, мы ученики Моисея. И они говорили, Господь, посмотри, вот этот храм большой, красивый, много дорогоценных камней. Но Иисус сказал, сей дом ваш оставляется пусть. Господь, при чем наш дом? Это ты же сказал Соломону, построи себе этот дом, и я буду там. Почему ты же, это ваш дом? Почему ты себя в этот дом не сопричислишь? В чем дело? Потому что сей дом оставляется ваш пуст. В другом месте Христос сказал, в законе вашем написано. Господь, почему? Ну, закон-то мы получили от Моисея. Это же твой Божий закон. Почему ты лишь, это ваш закон, а не мой? Почему? А потому что обычаи на обычаи, обряды на обряды. Там немножко убрали, там немножко. Поэтому, закон Божий что? Совершен. Поэтому, сохрани меня, Господь, чтобы я, вы знаете, что-то урезал, что-то убрезал, что-то, вы знаете, что-то мне не понравилось. Я буду только те истины говорить, которые популярны сегодня. Это те истины, которые ласкают суд, которые не обличают, которые не проводят человека в покаяние, к познанию, к свету. Нет, я буду просто что-то надутое, хорошее говорить. Вы знаете, когда человек идет на компромисс, книжники и фарисеи, они занимались этим. Они обкрадывали людей. Они говорили, не те важные истины. И поэтому Христос однажды подошел к ним и, значит, сделал такой им, как этот холодный душ. И он сказал, змеи, порождение ехидины. Об этом мы уже посмотрим в Матфея 23, 33. Именно, как вы убежите от осуждения в гену. То есть, Христос сказал им, змеи, вы знаете, немножко в другом переводе. Это, я думаю, что Димонера знает лучше на украинском. Как написано? Кодла, гадюча. Да, это, знаете, это совсем, просто в обществе скажи, скажи, слушай. Но, вы знаете, это была правда. Он сказал по рождению ехидины, змеи, кодла, гадюча. Вы знаете, они пришли, что, как? Да ты что, у нас Авраам, Моисей, закон, doesn't matter. Я хочу вас привести в правильное состояние. Почему? Потому что вы допустили и сатана вложил эти семена лукавства, лисцемерия. Его характер такой, знаете, лукавый, уклоняющий. Поэтому они набрались, эти семена были посеяны в их сердца, и поэтому они не принимали, они лукавили, они не лисцемеры, они долго становились на молитву, молились. Поэтому Христос сказал, слушайте, вы и в вашем сердце посеяны это злые, нехорошие семена дьявола, и поэтому отец у вас дьявол. Вы змеи, поражение ехидина. Вы знаете, они пришли в тресос. Почему? Почему так можно говорить? И ты дальше, и для них это было прозрение, для них была точка остановки. И апостол Павел говорил, послушай внимательно, давайте посмотрим Галатам 5,15. Это написано уже к нам, верующим, кто когда-то покаялся, принял Господа, встал на путь христианина, и сказал, Господь, я буду поражать змея в голову. И послушайте, что с этими людьми происходит. Апостол Павел со слезами на глазах пишет послание Галатам. Если друг друга угрезаете и съедаете, берегитесь, не быть истребляемым друг другом. В чем дело? И я хотел еще одно место в Писании, оно параллельно. Притчи Соломона, 30,14, написано, есть рот, у которых зубы мечи, и челюсти ножи, чтобы пожрать бедных на земле и нищих между людьми. Еще одно место. Языком своим они обманывают яд аспида на губах их, и нет страха пред глазами их. Три места Писания, ну как один букет. Они говорят о том, что есть категория людей, у которых, знаете, характер подобный этим змеям, которые только ужали человека. И поэтому, слушайте, очень беда, что у вас не характер любви, милости, прощения, долготерпения, а у вас другое, вы готовы друг друга пожирать. Если что-то человек, когда и согрешил, уклонился, написано, вы, братья, духовные, что делаете? Кусайте, трепите, бейте его, не-не-не, исправляйте такого в духе, как кротости. Это духовные люди делают, божьи люди, они духовные угрезают. Так тебе надо, вот так, вы знаете, бучут. Человек, их же сам мир, дьявол его покусал, вы знаете, он пришел в церковь искусственный, пришел в дом милосердия, хочу help me, вторую медицинскую помощь, но когда его здесь добивают, вы знаете, это опасно. Я сегодня говорю, как оно есть? Конечно, это не наша церковь, наша церковь благословенна, прекрасна, хороша, но для информации, для инструкции, я должен об этом сказать, поэтому проверь сегодня, с кем ты сегодня дружишь. Если твой друг, брат, сестра, твой сосед, у которых вот такой измененный характер, укусать, загрызть человека, вот эти насыпать соль на раны, какое-то зло делать, не дружи с ним. Почему? Потому что эти семена будут отражаться и в твоем сердце. И поэтому это зло перейдет и на тебя, и ты будешь сопричастником, и ты будешь уже участником этого плохого, нехорошего дела. Храни себя в чистоте и святости. Весь народ скажет Аминь. Да будет так. Давайте посмотрим еще на очень важное место Священного Писания. Исайя 27 глава, первый стих написано. Змей прямо бегущий, и змей какой? Изгибающий. И знаете, иногда змей прямо бегущий, когда идет в лобовую атаку, когда он просто понимает, что слушай, надо, авось пройдет, авось прокачу, авось. Но вы знаете, когда выходит муж, как священник, и не просто выходит, а в руках его меч. Ну давай, дьявол, я тебя давно уже здесь поджидаю. Поэтому он вот, о, слушай, опасно. Опасно с этим человеком. Но когда вы знаете, когда мы спим, когда мы дремаем, он приходит и начинает жалить, и начинает приносить зло. Поэтому иногда дьявол идет в прямую атаку, но иногда изгибающийся, и заходит с другой стороны, и заходит через твою жену, и заходит через твоих детей с тыла. Когда ты, когда ты на строну, ага, здесь будут, враги придут, будут отражать, будут воевать против них. Но вдруг, когда твоя жена не пободрствовала, или когда брат, это было во дни, Иисуса Христа, прекрасный ученик, пылка, ученик Петр, который не пободрствовал, и подошел к Иисусу и сказал, Господь, через пять минут он видел откровение, говорит, Господь, ты Христос, Сын Бога живаго. Иисус возрадовался, Петр, Петр, не кровь и плоть тебе-то открыли, но Отец мой сущий на небесах, и я открываю тебя, и я тебе говорю, и дал ему откровение, револейшина, будешь его жизнь. Но через пятнадцать минут где-то Петр не пободрствовал, возможно, знаете, приписал слово, Иисус меня похвалил, я буду первый, я буду крутым, и ты дальше, где-то спустился. И, знаете, и подходит через пятнадцать минут к Иисусу и говорит, слушай, Господи, не ходи в Иерусалим, не надо тебе страдать, да пройдет от чаши мимо меня, будь милостив к себе, Господу. Иисус посмотрел на него и сказал, отойди от меня, Петр, отойдет мне кто? Вот я еще раз хочу подчеркнуть, никогда, когда ты видишь брат, сестра, когда видишь твоя жена или дитё, даже если они кричат, даже не бушуют, никогда не говорят, эх, ты такая жена, эх, ты такой сын, такая дочка. Не спускай палкана на них, а скажи, во имя Христа, отойди от меня, сатана. За этим моментом ты должен видеть, что за твоей женой, за твоим сыном, дочерью, в этот момент стоит шатана, который шепчет, будь милостив. И поэтому наша брань не против крови плоти. И поэтому, когда ты изгоняешь дьявола, а подходишь к с ней, и говоришь, слушай, дорогая, ты по плоти рассуждаешь, не будь, обними, посолуй, ты дашь, и дойдет. Можете сегодня, через три дня, ну дойдет, скажет, благословенно и так дальше. Поэтому, очень важно. Поэтому наша брань не против крови плоти. Поэтому, ну когда мы не бодрые, ах, жена, вот я тебе дам. И жены, и внукам, и правнукам, и всем досталось. Не делай этого. А дева, сожжил стонку, горшки перебил. Давай, 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 погоняй. Мы должны с ним воевать. Поэтому Иисус показал нам пример. Отодеть меня не Петр, отодеть меня сатана. И сатана отошел. А подошел к Петрусу, и Петр, ты говоришь по-человечески, не Божьим. Аминь. Дуин, делай так. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, друзья, очень важно. И змей прямо бегущий, изгибающий. Поэтому в лобовую он редко ходит. Он боится постараться голову, но через близких, знакомых, родственников, и Христос сказал, и к великому сожалению это правда. И враги иногда человеку будет кто? Вот здесь проблема. Ух, если бы кто-то пришел такой, знаете, с улицы, ох, мы ему дали бы, понимаете, как, что и словами, и до слова еще. Но, вы знаете, когда через своих приходит, близких, вот здесь, вы знаете, мы просто иногда не видим. Поэтому пусть тебя Господь помажет глаза, чтобы ты увидел, как поступать. Но я хочу, друзья, ободрить, что Господь дал нам власть и силу. Давайте посмотрим, как написано в Священном Писании Евангелия 10, 19. Все даю вам власть, наступать на змей и на скорпионов, и на всю силу вражию, и ничего не повредит вам. Какой бы вид ни был, или Аспид, или Василиска, или Ехидина, неважно, что, какая бы змея не пришла в твой дом, в твою семью. Вы знаете, Иисус сказал, слушайте, я даю вам власть. Катя, Господь, ну ты дал власть, внимательно задумайтесь. Иисус сказал, я даю вам власть. Наступать на кого? На змей, на скорпионов, на всю силу вражию. Почему, Христос сказал, я вам дам власть, вы знаете, наступать на философов, на экстрасенсов, на большие вещи бы сказал? Нет! Вы знаете, Он почему-то сказал, наступайте на змей, на скорпионов. Господь, да при чем здесь змеи, при чем здесь скорпионы? То есть, это своего рода бесовские движения, которые приходят в твою жизнь. И поэтому, Бог, от начала сказал, я вражду положу. Поэтому, человек, наступай. Сам Христос подчеркивает эту мысль, мысль небесного Отца. Ты, человек, будешь поражать дьявола в голову, змея в голову. Наступай, наступай, наступай. Я дал тебе власть. Ничего с тобой не происходит. Господь, ну, мы жалить в пяту. Вот здесь ты ошибаешься. Господь Христа. Мне очень понравилось проповедь. Пастор говорил, о всеоружиях Божьих. Пожалуйста, возьмите, еще раз прочитайте, о всеоружиях Божьих. И там написано, и обувши ноги, в что? В готовность, благоветность. Когда ты одеваешь Божью обувь, пусть он грезет. Он себе зубы сломает. Почему? Это Божья обувь. И он не прокусишь. Поэтому, когда ты одел обувь, готовность, благоветность, мир, вы знаете, дьявол не может тебя ужалить, не может укусить. Но когда вы знаете, мы где-то забыли свою обувь. Треогой мы вскочили, побежали, забыли шлем и щит, и так дальше. Я воин, я сильный. Да при чем ты сильный? Хоп, и в пяту жалить тебя будет. Поэтому, друзья, мы должны быть предельно внимательны. Итак, написано такое слово Божие. Кто разрушит ограду, того ужалит змей. Я хочу сказать, что Бог нам дал власть. Эта власть есть. Уверших меня будут сопровождать сии, или это знамение. И там написано, знаете, что будут брать что? В руки кого? Змей. Будут брать змей. И знаете, Моисей это сделал. И когда Бог говорит, Моисей, что у тебя в руке? Кстати, мы видели в воскресенье, один парень, очень интересно, молодой мальчик, взял у бабушки костыль, мы с Павелом Владимировичу видели, и хоп, кинул костыль, и ждет. Думал, что сейчас, знаете, насмотрелся этих мультиков, интересно таких. И еще, думал, сейчас змея будет. Как что? Если бы змея была, то, наверное, неверующие бы и разбежались, только остались бы верны. Как что? Ну, все-таки. Поэтому, брось, бросил вдруг змея, и говорит, слушай, возьми змею за хвост. Господь, я в пустыне больше сорока лет, я знаю, змею за хвост брать нельзя, она укусит, змею за голову нужно брать. Это твоя логика, а я называю несуществующие, как существующие. Возьми, и вы знаете, он взял и не повредило. Будут брать змей в руки и не повредят. На апостол Павла повисла Ехидина на том острове Милы. И вы знаете, и все, жалило, и все, люди смотрели, и все, этот человек, кровописто-убийца, но он страхнул ее вагон, и ничему не повредило. Поэтому, когда ты верный человек, Боже, слушай, не переживай, во что одеться, во что будься. Когда ты Божий человек, твое сердце по небу предано, меня не переживай, мои чудеса и знамения будут сопровождать тебя. 100% гарантии. Аминь. Будет. И когда мы несем слово, когда мы, наше сердце, полно преданно Господу, вы знаете, Бог, Он посылает слово, оно сопровождает нас. Аминь. Аллилуйя. Бог верный в своем слове. Поэтому, друзья, я подхожу сейчас к очень важному документационному моменту. Очень важно. Здесь, пожалуйста, пристегните привезные ремни. Наберите еще немножко терпения, потому что мы сейчас подходим к очень важному моменту. Я просто образ за вступление делал. Но сейчас я хотел, чтобы мы посмотрели, как апостол Павел говорит, все, что происходило с народом израильским, были образцы для кого? Вот теперь внимательно послушайте. Апостол Павел говорит, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от кого? И погибли от кого? От змей. Не станем искушать Христа, как некоторые искушали и погибли от змей. Поэтому, друзья, все, что было с народом израильским, это есть образцы для нас. Народ израильский, вы знаете, они погибали не в пустыне от ветра, не просто от земля разверзлась, но вы знаете, они погибали от змей. Змеи, они роптали на Христа. А при чем здесь Христа-то не было? Был Христос. Она писала, все они крестились в Моисея, все они прошли сквозь облака, вы знаете, все пили из последующего источника, источник же был кто? Господь. И потому, когда Моисей взял жезл, но Господь сказал, Моисей, я не копировал на машину, однажды ты простер жезл и сказал, скал, отдай мне воды, и вода далась. А теперь только скажи слово, не надо даже говорить что-то, протягивать, бить, скажи слово. Я Бог повиню и слову своему. Это мое слово, скажи мое слово. И знаете, нужно было сказать, а он говорит, Господь, ну у меня же опыта нету, это что-то неправильно, дважды ударил, вода потекла, но, говорит, ты не провел святости. Почему? Последующий камень был кто? Иисус Христос. Поэтому очень важно, очень важно, поэтому они косвенно, они образно, вы знаете, они шли против Христа, они искушали его, они требовали, но погибли от змей. Это есть правда для нас. Многие христиане сегодня, они терпят фиаско, они потерпят крах. Почему? Потому что змей их жалит. И какие змеи жалят, сегодня мы посмотрим, друзья. Первое, это зеленый змей. Давайте посмотрим на зеленый змей, который сегодня многих жалит, друзья. Это алкоголь. Когда дева сегодня действительно предлагает пиво, вино, и человек пьет. Это зеленый змей, которых много на Украине, в России погубил. Он вошел в дома и многих ужалил, и мужа, и жену, и детей. Спиваются станицы, села, поселки, города. Почему? Зеленый змей преуспевает. Это были проблезы для нас. Как народ израильский, они погибали от змей. Сегодня этот зеленый змей приходит и жалит. В Америке все доступно. Пожалуйста, можно прийти и выпить немножко. Вы знаете, но Бог против этого. Иисус сказал очень важные слова. Не можете пить чашу Господнюю? Чашу какую? Когда мы на вечере берем эту чашу, это чаша Господня. Но когда мы что-то другое берем и пьем, это уже какая чаша? Бесовская. Неужели мы будем раздражать Господа? И сам Христос сказал, не буду пить впред от виноградной этой лозе, доколе не буду в старстве Божьем. Поэтому если ты сегодня притящился и начинаешь чихаря где-то попивать, певцо, винцо, водочку, никто не видит, знай, рано или поздно что-то произойдет очень опасное. Почему? Давайте посмотрим, как жалит зеленый змей. Как жалит? Это не я говорю, а Библия. Давайте посмотрим, что написано. Это мудрый человек, это притча Соломона, 23 глава, 31 и 32 стих. Написано, что вино, которое искрится, которое очень хорошо в глазах показано, но написано впоследствии оно что сделает? Ужалит тебя, как змей. Ужалит! И поэтому очень плохо, когда люди начинают чуть-чуть, немножко выпил, здесь, там, дальше. И вы знаете, пришло время, раз такие вещи натворил, туда зашел, думать, господи, да на трезвую голову в обед бы не пошел. Но вы знаете, вино, водка, ключ к распусту. Поэтому проверь сегодня, брат, вот этот змей сегодня и сестра вошел в твой дом и Давид сказал, не положу предотчами вещи не потреб, поэтому пожалуйста, не позволяй сегодня приходить зеленому змею в твой дом. Не позволяй, просто закрой двери, уничтожь, скажи Господь, нет, я буду посвященный, я буду служить Господу, я не буду открывать двери, почему? Потому что если ты это будешь делать, знай, проблемы будут большие, Бог этого не желает. И последнее, что касается зеленого змея, Христос и апостол Павел особенно говорит, я хочу вас сказать, еще раз хочу подтвердить, пьяницы, царство Божие, что? Ты скажешь, а я что, под забором валяюсь? Ты знаешь, сыновека догадливый сыновь света вроде своем. Представь, ты немножечко выпил и едешь за рулем и вдруг обрезал, проехал там на желтый свет или на красный даже, раз, и вдруг за дикап, пристроился, кручат мигалки, и знаете, они натасканные люди. Он посмотрел, и говорит, слушай, нормально, хорошо, у него нюх натаскан очень сильно. Он, слушайте, значит, что, пожалуйста, тест. В Калифорнии мы имеем полное право проходить, и он тебе даст, вдохнул, и ты вдохнул и показала больше, чем положено. Скажите, по какой ты страсти пойдешь? Как пьяница. Это я только первый раз в жизни, вот Бог свидетель, вот мой крест. Doesn't matter. Поверит он тебе? Нет. И ты пойдешь, и апостол Павел и Петр, слушайте, братья, чтобы кто из вас не пострадал как вор, пьяница и так дальше, или постигающий на чужое. Это чужое, не твое. Аминь. И весь народа скажет Аминь. Поэтому дьявол играть в шутки. Там прошло, там однажды попадешься, и об этом напечатать во всех статьях, об этом напечатать во всем газеты. Это будет опасно, поэтому змей зеленый, он знает, когда тебя ужалит. Да так ужалит, что жареным запахнет. Поэтому, пожалуйста, гони, убери, очистит, отведи, и всегда будь трезвый и здоровый. И весь народа скажет Аминь. Скажет, у меня нормально, все, у меня с зеленым дверь закрыта. Давайте посмотрим, друзья, немножко на другой. Это есть белый змей. Это наркотики. Это наркотики. Или все вещи, от которых наркозависчивший человек. Это бывает не только, знаете, как человек таблетки пьет. Я хочу сказать, это даже есть неверующая музыка. Когда ты без этого уже не можешь. Тебе посты прекращать слушать неверующую музыку. Рок-н-ролл, хард-музык. Вы знаете, мне больно, когда я вижу молодежь нашу иногда. Они одевают наушники, я слушаю. Что ты слушаешь? Я посмотрел, дай мне послушать. Я не глупый человек, я немножко в музыке разбираюсь. Я прослушал, знаете, Кришин, там слова такие, но вы знаете, мне нравится воршип, мне нравится поклонение. Когда ты слушаешь этой песне и пусать на колене хочется поднять руки, просто молиться, мне это нравится. Но когда, извини, пожалуйста, ты одеваешь и там бум, такие вещи происходят и все, ты начинаешь, посмотри, сколько больных людей в нашем Калифорнии на голову. Идиот дергается и кажется, все нормально, ну и в чем дело? Все. Змей ужалил его. Не только в пяту, уже и в голову. Поэтому очень больно, когда я вижу, почему, все чуть-чуть. Это послушал, это ты сказал, я не положу предотчая, мне вещи не потребляют, поэтому не слушай, пожалуйста. И это я предлагаю что-нибудь, это другое, третье, просто убери, знай, этот белый змей, он тебя ужалит. Вначале музыка, вначале еще что-нибудь, но он приходит и вредит, и начинает у человека очень большие вещи. И мудрый Соломон, он также нам говорит или предкрывает такие вещи. Написано, что змей жалит без заговаривания. Люди шатаются ни от вина, ни от секиры, но от этих вещей. Поэтому, пожалуйста, то, что человек допинг берет, я хочу взять дозу, я хочу удалить и получить кайф, и если ты сегодня берешь кайф не со Слова Божьего, а не с молитвы, не с общения с Господом, но с каких-то других источников, это также духовная наркомания. Аминь, братья? Это то же самое. Поэтому, пожалуйста, убери. И вот у тебя есть еще какие-то вещи нехорошие, крутые боевички или еще что-нибудь нехорошие, которые разрушают тебя, просто уничтожь. Во имя Христа просто выбрось их в потоке дрон и будь свободны. И если ты не сделаешь, придет такой момент, когда тот белый змей ужалит тебя без сакова заговаривания. И это будет очень опасно, больно и трогательно. Давайте посмотрим, у меня очень мало времени, я бы хотел посмотреть, друзья, еще на одного категория змея. Это змей, но иногда он ползет и в наши дома. Это розовый змей. Это розовый змей. Итак, что такое? Это разврат, это панография, это всякие плохие веб-сайты, DVD, журналы, и они жалят. И яд, и симптомы этой болезни написано «не страха, пред очами их». Нету стопа, нету остановки. И вы знаете, к великому сожалению, вы знаете, этот розовый змей, он иногда вползает и жалит молодежь, жалит взрослых. Почему? Потому что он осмотрелся, посмотрел какой-то журнал нехороший, эротический, посмотрел какой-то DVD, посмотрел то, другое, третье, то, что не положено. Бог говорит, не делай, не смотри, не дружись с этим. Это вредно для тебя. Нет, а мне можно. И взял. И знаете, и взгляд нечистый. Ты не можешь на Господа смотреть. Ты не можешь с ней общаться. Почему? Взгляд вот теряется. Почему? Насмотрелся. Поэтому написано, да будет око твое чистое во всякое время. Аминь. Поэтому, друзья, пожалуйста, если что-то есть, или ты видишь, или как-то что-то смотрел, или просто когда-то позволил посмотреть, затем какой-то выписает, нечаянно посмотрел и увидел там что-то, это пришло, и прошло сквозь тебя. И поэтому, знаешь, опасно. Ты видишь не свою жену, кого-то другого. Ты видишь не христианку, сестру, а ты видишь какие-то другие вещи, поэтому парализованы. Этот яд, он уже в тебе. И поэтому тебе очень тяжело встречаться, молиться, что-то делать, поэтому нужно противостать, нужно убрать это. Я сегодня говорю о очень серьезных, хороших вещах, потому что они есть у нас. Они иногда проходят через нас. И ты сказал, я не положу предачами вещи непотребные. Ты у тебя, мне нету, но кто-то давал тебе посмотреть. И ты смотрел, и ты был соучастником, и вот это семя, зачем ты допустил, Ананя, вложиться на них худую мысль. Зачем ты посмотрел это? Оно вошло в человека, оно стало его частью. Это, это я сегодня говорю серьезные вещи. И поэтому дьявол, он когда-то тебя ужалил в эту пяту. И ты знаешь, и яд остался. Вроде нормально, молитвенно хорошо, все, но вышел где-то на паркинг лад, кто-то тебе показал, и все, разорвался. Вау, нормально. Кто-то что-то потом загрыл, и ты не к слову, и боже мой, в магнитном перекате поле там. Почему? Потому что это уже есть в тебе. Друзья, это очень опасно. Поэтому, друзья, заболевания, это приходит. Мне очень больно. Я часто говорю молодежи, пожалуйста, удаляйтесь. Этот розовый змей, он жалит. Поэтому не занимайтесь нехорошими вещами. Не делайте грех в любых упаковках. Потому что, знаете, когда мы это делаем, получаем проблемы. В местописании написано, да будет брак. Какой? Честен. И ложа непорочна. Блудников и прелюбодеев судит. Поэтому, слушай, иногда в жизни Бог попускает, когда приходят трудности. И знаете, я видел в своей жизни, когда молодой человек позволял себе те другие, третьи вещи делать. И пришел, и поженился, но не исповедался, не раскрылся, не покаялся. Вы знаете, этот позит, этот яд остался. Почему? Потому что, тихо я смотрел когда-то панографии, когда-то журналы смотрел, что-то, или девушка говорила, смотрели. И знаете, я, знаете, тебя сжалил, все нормально, хорошо. Но вот пришло время, женились, попадались там, все, родители, слава тебе, Господь, все, разрешили проблему, он теперь женился. Он поумнеет, поглупее-то не поумнеет. Почему? Потому что поздно отостался и начинать вещи. Год прожили хорошо, а после разборки, потасовки, в чем дело? Пожарную машину вызываешь, раз, тушить, да бесполезно, проблема не в плодах, а проблема в корне. Зачем ты допустил вложить худую мысль? Зачем ты посмотрел? Поэтому, друзья, сегодня я говорю, это очень важное слово, у нас будет молитва. И поэтому те люди, которые когда-то смотрели, когда-то обращались, насидите покаяться. Вам нужна кровь Христа Иисуса, вам нужна молитва власти, священника, чтобы просто разрушить то, что дьявол положил. Знаете, это основание, этот жертвенник свой разрушить, и чтобы иметь новую благословенную жизнь. И поэтому место священного Писания написано так. Дан, я как-то хотел узнать, как переводит Дан. Вы знаете, Дан в переводе это судья. И мы сказали, что блудников и прелюбодев судит что? Бог. Поэтому, знаете, в нашей жизни Бог посылает таких судей. Это может быть Питер, это может быть Гриша, Маша, неважно, любой человек в нашей жизни. И поэтому написано, Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющий ногу коня, так, что всадник упадет назад. Вот такие моменты в жизни бывают. Когда все нормально, вдруг человек упал, спотнулся, падение, в чем дело? И мы сегодня смотрим, о, да вроде нормально, вчера я третья война был в собрании, уже 6 месяцев человек в церкви, да в чем дело? Ну падение как-то глубокое. Почему? А потому, что корни были там, на протяжении. Помните, я уже вам говорил момент, когда Авраам пришел в одно место и сказал, это не жена моя, это моя кто? Сестра. Он солгал. И прошло целый род, и его сын тоже саму делает ошибку. Вы знаете, то же самое. Поэтому очень важно не делать такие нехорошие вещи. И последний змей. Это голубой змей. Вы знаете, этот змей очень хитрый, он современный. Хвост его бывает выше нашей трубы, но голова иногда бывает в каждой хате. Этот змей, который обладает достаточно гипнозом, чтобы привлечь. Я был на рыбалке, однажды видел, поехал, думаю, что там лягушка кричит? Кричит, 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 кричит. Знаете, я не такой рыбак, в детстве сидел, дедушка там рыбачил, я возле него, кричит, кричит, я уже хотел и удочкой пойти. Ну это что-то такое. И вдруг он, подожди, покажу тебе, посмотрел, я видел, там уш. И он подплыл где-то очень близко, как отсюда до суда. И просто смотрит, да на головку торчит, смотрит. И лягушка кричит, но идет туда. В чем дело? Гипноз. Сама идет в пасть, добычу. Поэтому, друзья, очень важно, апостол Павел сказал, все мне позволительно, но не все мне что? Все мне можно, но ничто не должно что? Поэтому послушай внимательно. Я не против телевидения. Когда у тебя есть телевизор, когда ты думаешь хорошие христианские передачи, когда ты посмотрел сводку новостей, но мне очень больно. Когда Дух Святой тебе говорит, слушай, почитай Слово Божие, просто помолись, побудь вместе со мною. А там какой-то крутой боевичок, а там какой-то бокс, друг друга бьют так, что еще, и ты присосался, и все, нужна молитва, нужно что-то, и ты сидишь, все, не можешь. В чем дело? Парабощенный. Парабощенный. Я сегодня говорю, как оно есть, друзья. У меня тоже дома есть телевизор, знаете, и моя жена, она, судя, она знает, насколько мы привязаны, насколько мы сидим и прожигаем это время. Поэтому, друзья, пожалуйста, не делайте с рабами вещей. Аминь. Будьте свободны. Если сила воли, встань, нажми ремонт контроля, и пусть он потухнет, и пусть спит до утра. Поэтому возьми, владей, но если ты не можешь, просто продай его, удали. Но очень важно, друзья, не прожигай свое время, чтобы он не высасывал все божественные витамины. Вы знаете, мне очень больно, но пророк был прав, вот что чужие пожрали силу его, а он не замечал. Когда Бог тебя помазает, когда Бог восстанавливает, когда ты на молитве получаешь Божье благословение, ну, пришел, расслабился, вы знаете, сел и там застыл, и все, один программа, вторая, третья, какой-то боевичок, ты уже все там, духом уже все, начинаешь переживать, и все выяснилось. Брать, о чем мы молились? О чем пастор говорил? В чем дело? Враги пожрали силу твою, а ты не замечал. Поэтому, друзья, очень важно, я бы хотел, чтобы мы все с вами принимали, но последнее место. Апостол Петр говорит, кто кем побежден, тот тому и раб. Друзья, это была тема такая, маски или портреты дьявола. И мы посмотрели сегодня на змея, на различные образы. Я думаю, что сегодня кого-то он засыпил, кого-то коснулся. И сегодня мы говорим очень важные вещи. Почему? Потому что перед нами будет молитва. И поэтому, знаете, я бы не хотел, чтобы мы хромали. Почему хромота? Бог говорит, слушайте, чтобы хром лишь и не совратилось, а лучше исправилось. Почему хромота у человека? Значит, то поднялся, то упал, то поднялся. Нету такой стабильной жизни, постоянной. И я молился Господь, Господь, в чем дело? Почему? Иногда люди говоришь, беседаешь, мол, человек умом понимает, но неделя продержался, снова бух упал, в суету, в ложь, в нехорошие вещи, потасовки, в сплетни. Почему Господь то падает, то кается, грешит и кается? Вот такое, в чем дело? Хромота. А почему хромота? А потому что это человек, которому Бог дал силу власть, чтобы он поражал змея в голову, чтобы наступал на всю силу вражью. Но когда это не занимается, когда он это не делает, когда он не бодрствует, знай, Бог сказал, я вражду положу. И у Бога, знаете, у дьявола нет выходных дней. И поэтому дьявол поражает тебя, он сжалит тебя пятую, и поэтому ты уже хромаешь, хромаешь в обетованиях, хромаешь в молитве, хромаешь в доверии Господа. Почему? Потому что какая-то духовная хромота есть в тебе. Почему хромота? Потому что это место не было защищено, оно не было исповедано, там не было совершенно молитва тречения, молитва святости, молитва Божьей власти. Но какой-то позин, какой-то яд остался у тебя. Может с детства, может еще, потому братья делают такие хорошие вещи, это знаете, как встреча с Богом, Пенуэл, или служение обновления. Там, где человек исповедуется, кается, Дух Святой, он все напоминает, и приезжает новый. Но если ты это не сделал, и сегодня Бог тебе проговорил. Выход был, Леонид Роззерайцкий один, нужно было повесить на шесту, змея. И всякий ужаленный посмотрел, оставлялся жив. Бог просто показал, что этот змей, он мертвый. Какой мертвый, Господь? Вот смерть ходит. Это для тебя. А в глазах моих ты будешь наступать на всю силу вража. Сегодня бы хотелось, чтобы мы помыслили, о притепевшем над собой такой поруганит грешников. Давайте помыслим о нем. Он источник. Он сказал, когда я буду вознесен, я к себе привлеку всех. Давайте поднимемся на наши ноги. Мы сейчас будем совершать молитву. Я обращаюсь, я знаю, что это слово Господь подарил моему сердцу. Я знаю, что если Бог дает слово, оно щетно не возвращается. Оно обязательно что-то приносит. Поэтому, брат, сестра, может сегодня тебе этот змей, неважно, розовый, зеленый, голубой, белый, он тебе укусил. И ты знаешь, что Господь, в моей жизни это было. Я точно знаю, что это было. Но сегодня, Господь, я уже устал. Я не хочу, чтобы он меня жалил в плиту. А я хочу, Господь, как ты сказал, наступайте на всю силу вражию. Я хочу наступать, Господь. Я хочу действительно оказаться верным, Господь. Я устал. Я сегодня понял, ты открыл мне глаза, Господь, проблема, потому что я хромаю, когда ты меня ужалил змей, Господь. Это правда было. Я сидел, я смотрел, я расслабился. Я расслабился, Господь. И я чувствую, что это проблема, Господь. Но сегодня я хочу совершить покаяние. Я хочу, чтобы священники за меня помолились, как священники в Доме Божьем. Господь, я знаю, что ты можешь освободить меня. Он может это. Аминь. Кровь Иисуса Христа, она очищающая. Она дает жизнь источник и благословение. Халилуя. Мы сейчас ведем к молитве. Я обращаюсь к тем, который сейчас понимает, Дух Святой обличает. Я знаю, это не я. Я знаю, что Дух Святой обличит о грехе. Он тебе сейчас показывает тот момент. Он тебе показывает тот. Почему это Господь делает? Вы знаете, Он нежно обличает. Он не желает, чтобы ты хромал. Он желает, чтобы хромлище не совратилось, но исправилось. Халилуя. И Он говорит, я тебя люблю, посему обличаюсь сегодня тебя. Хочу тебе дать новую жизнь, жизнь победы, жизнь славы и преображения. Поэтому мы сегодня молимся. Я в Рожа схем, кто сейчас нуждается в молитве, прямо сейчас. Не просто идите, вперед. Просто станьте, Господь, это мое время. Я хочу оттрекаться. Я хочу, Господь, что вы совершили была на этом молитва. Я хочу, чтобы тебя он мне напоминал, что-то, Господь. Я хочу, что ты делать быть чистым, святым, помазанным, благословенным. Не давай, чтобы змею жалил тебя. Не давай, чтобы он жалил тебя. Просто противостан сегодня. Просто говорит, Господь, я отрекаюсь. Я ухожу, Господь, мне нужна Твоя свобода. И свобода придет. потерялторомолющее задаю готовым романта лимбрумеля ктоonsider начала или голодов рандалами лигот аллилуйя господь и живой благословен прекрасный чудесный я благодарю тебя кf еще можно молиться тебя можно исполнять в К outcomes и можно славить тебя не благодарить Тебя господь халлилуйя 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 аллилуйя мы загнем к молитве я знаю дух святой, мне сказал что здесь есть люди из люди ты можешь сегодня сделать решение а ты можешь отвернуть это решение выброса тобой но я знаю что господь сегодня хотел тебе восстановить мне хотел чтобы ты хромал чтобы ты хромала он хотел тебя восстановить сегодня аллилуйя мы еще подождем минутку сделай решение правильно аллилуйя нам не надо сегодня ковыряться в твоих грехах почему и когда тебе змею жалил но самое главное ты об этом знаешь и дух что-то тебе напомнил это дух все-то тебе напомнил чтобы сегодня была совершена молитва за тобою аллилуйя чтобы священники за тобой помолились аллилуйя потому что у них есть власть бог им дал власть как подобно как моисей подобно короли который стал между живыми мертвыми и поражение прекратит послушай они станут между живыми мертвыми аллилуйя и молитва будет благословение ходатайство и поражение прекратится он не будет больше шалить в пяту а воочию ты будешь поражать голову ну нужно сегодня встать сделать решение аллилуйя прямо сейчас прямо сейчас дух святой повелевая тебя повелевать всем повсюду покаяться освободиться исцелиться аллилуйя аллилуйя спасибо тебе дух святой спасибо тебе дух святой спасибо тебе дух святой Спасибо тебе, Дух Святой. Халилюя, халилюя. Халилюя, Дух Святой. Благодарю. Благодарю тебя, Господь, за прекрасную привилегию. Быть в Доме Божьем, Господь. Спасибо тебе, Господь, что сегодня ты давал нам кровь свою. Кровь твоя святая, Господь, приходила, которая очищающая, обновляющая, исцеляющая. Дух Святой, ты мне говоришь, я должен уже уйти, Господь. Ну почему-то ты тревожишься. Почему-то ты тревожишься, Дух Святой. Я знаю, ты можешь повести к тем людям, Господь, которым не нужна молитва. Но, Господь, ты хочешь добровольно. Ты просто добровольно. Ты говоришь, я стою и стучу. Я еще раз стою и стучу. Это время твое, чадо, Ава-Отче. Я хочу перевязать твои больные раны. Я хочу тебя восстановить сегодня, Ава-Отче. Чтобы ты не хромала душа, Ава-Отче. Но ты держалась за руку мою, Аллилуйя. Ава-Отче. Благословен, Благословен, Господь. Благословен ты, Господь. Силь и крепкий, Аллилуйя, здесь, в этом месте. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, что я тебе могу полагаться во всякое время, Господь. О, касайся людей, касайся, Господь, касайся. Отец, я знаю, что нужно. Нужно, Господь, выйти. Нужно выйти за свое место. Нужно пройти к тебе, к Голгословскому кресту и встать под него. Оттуда придет благодать. Нужно позволять на тебя, Господь. Аллилуйя. Велик, велик ты, Господь. Велик ты в красоте. Велик ты в могуществе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, мы сделали, что могли. тащить, но ты всем повсюду повелеваешь покаяться. Это время, Господь. Время, когда мы должны наступать на всю силу вражи и преображаться. Я бы не хотел, Господь, чтобы кто-то из нас хромал, но оба колена. Нет, я не хочу, Господь. Тем более, ты не хочешь. Поэтому, Господь, веди нас дальше. Веди нас дальше, дорогой Дух Святой. Веди нас дальше. Слава Иисусу Христу! У нас сегодня хороший вечер. Брат трудился, приготовил тему. Она очень полезна и актуальна. Змей кусает в открытые места. Почему-то мне кажется, что у женщин больше открытых мест. Но это я физически вижу. Но укушенных мужчин больше. Церкви больше женщин, правда? Или нет? Это духовные, незащищенные места. Хотя и физически прикройте их. Никому они не надо. Знаете, когда яд попадает в организм человека, есть какое-то время. 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 У Бога время. Знаете, сколько времени? А вот столько, чтобы этот яд по крови пришел к жизненным, важным органам. Сердце и печень. И что случается? Судорга. Как только яд попадет в сердце, судорга остановит сердце. Оно перестанет биться. Судорга. Она заставит прекратить работу печени. И человек умрет. Просто умрет. Я во имя Иисуса Христа прошу вас. Остановите действие яда. Впустите противоядие. Нужна срочная инъекция. Срочный укол жизни. Срочный укол жизни. Давайте не будем торопиться. Давайте не будем торопиться. Мы сейчас еще помолимся. Иногда я очень уверен. Очень уверен. Сегодня я очень уверен, что это важное проповедь. Очень важное. Я уверен, что не нужно прекращать сейчас молитву. Мы находимся в молитвенном состоянии. И от того, что мы хорошо оденемся, яд не остановится. Он будет двигаться. Мы оденем... Сатана одевает маску, и мы одеваем маску, имеющую вид благочестия. Но яд двигается. И теряй время, когда яд подойдет к твоему сердцу. Ты умрешь. Ты умрешь. Ничего тебе не поможет. Ничего тебе не поможет. Сегодня Господь нас собрал не для того, чтобы мы здесь о смерти говорили, смерть рекламировали. Я рекламирую жизнь. Господь говорит, избери жизнь, чтобы жить тебе, чтобы тебе не умереть. Чтобы тебе не умереть. А мы молимся, мы обязательно подтянитесь духовно. Станьте сейчас на стражу, я вас прошу. Потому что я знаю, что мы должны помолиться за людей не где-то, а в этом зале за их жизнь. Кто знает, ну мы же здесь все свои. Есть ужаленные дьяволом. Видимо, невидимо. И сердце сжимается, твое сжимается. А тут же яд подходит. Кто желает, чтобы о нем сейчас помолились? Сейчас. В этот вечер. В среду. На библейском, на библейском этом часе. Идите сюда вперед, пожалуйста. Я хочу вместе с вами помолиться Богу. И это вполне серьезно. Это вполне, вполне серьезно. Пожалуйста. Давайте. Кто желает, чтобы о нем сейчас помолились Богу. Не за кого-то прежде всего я. Скажи, я. Да поможет тебе Господь принято решение. Пожалуйста, как можно быстрее. Это вполне серьезное мое предложение. Помолитесь. Будьте в молитвенном состоянии. Я верю. Я верю, что Бог сказал сегодня не только во свидетельство, а в покаяние, в оправдание для жизни вечной. Не просто во свидетельство была эта проповедь. Она имела целевое назначение. Давайте побудем в молитвенном состоянии. Давайте. Употребляйте молитву. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Наступайте, наступайте на всякую вражескую силу. Во имя Иисуса Христа. И Дух Святой начнет действовать. Я приглашаю. Я ясно и понятно говорю. Пожалуйста, кто желает, чтобы о нем помолились Богу. Который желает стать лучше, потому что ужален, ужален мысли, слова, поступки, дела. И как можно быстрее. Я говорю вполне серьезные вещи. Вполне серьезные вещи. А вот же. По церкви мы молимся, употребляем усилие в молитве. Во имя Иисуса Христа. А вот же. Во имя Иисуса Христа. Ты дьявол и сатана. Имеешь право здесь и власть. А вся власть, все право отданное Сыну Божьему. Вся власть, все право отданное Сыну Божьему. А вот же. Аллилуйя. Иисус Христос, Ты победил ад и смерть. Ты остановил, Ты остановил ту процессию вдовы Наинской. И Ты исцелил, и Ты оживотворил, и Ты восстановил Ее единственного Сына. Ты перелил инъекцию в жизни. И яд прекратил действовать. Он остановился в жилах. Он остановился и не прошел дальше. Я молю, чтобы и сегодня враг не прошел дальше. Не прошел дальше. Во имя Сына Божия. Во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, я уверен, что здесь должно быть больше людей. Я совершенно уверен. Пожалуйста, Дух Святой зовет же тебя. Неужели тебе все равно как ты выйдешь из этого дома? Неужели все равно, как ты ляжешь спать? Во имя Иисуса очищай свое сердце. Очищай свою душу. Во имя Сына Божия. Арбады клэмэнэ бэлэгэнду. О, раба да ла ла ешэгэрэмэнэ бэлэгэнду. О, аллилуйя, аллилуйя. Во имя Сына Божия. Во имя Того, Который умер на Голгофском кресте. Господь, я молю эликсир из жизни. Этот эликсир нужен, Господь. Он нужен для души, он нужен для сердца. А во отче, а во отче. Во имя Сына Божия. Господь, у нас молитвенное время. Это несколькие минут молитвы. Но это есть время жизни. Время, которым ты сказал, изберись жизнь, чтобы тебе жить. Изберись жизнь. Изберись жизнь. И как бы дьявол не замаскировался, Господь видит тебя. Господь видит твое сердце. На твоем месте видит тебя Господь. Тебя Господь любит. И Он привел тебя на это место, чтобы не судить, а спасать. Чтобы не объявить приговор душе твоей, но чтобы помиловать тебя. Вот эти слова, которые я говорю ныне. Это будет они во благо душе твоей, говорит Господь. Во благо, не на погибель, а на жизнь. Изберись жизнь. И никакая дьявольская сила, никакой яд не имеет права сейчас действовать в этих людях, которые склонились к свои колени. Ты знаешь их сердце. Ты знаешь, что они послушны Духу Святому. Сегодня они послушали себя. И ты работаешь над ними сейчас. И ты вливаешь жизнь. Ты вливаешь жизнь в их душу, дух и тело. Во имя Иисуса достановится всякое действие смертоносное, всякое губительное действие врага, да будет остановлено во имя Иисуса Христа сейчас. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Господь, за чудесные вещи, кто дал быть в доме Твоем. И за Твою победу я благодарю Тебя. И да будет мир народу Твоему, избранным Твоим. Но до них впадут они снова безрассудство. И пусть этот 84-й псалом будет во благо каждой души из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Я прошу церковь, ни одного служения проходного, какого-нибудь, ни одного, каждое служение – это победа. Мы будем тогда двигаться вперед. Как только становимся в росте, мы будем духовными карликами, потом мы будем посмешищем для пьяных филистимлян. Как в свое время с Самсоном случилось. Не надо так поступать. Но скажу, все хорошо. Я очень доволен. Но здесь еще должен быть человек. Но я знаю, что должен быть еще человек. Причем сестра. Вот сестра. И любит тебя же Господь. Любит тебя Господь. И он не хочет, чтобы враг посмеялся над твоей душой. Не хочет. Не хочет. Не хочет. Господь создал человека не на погибель, не на смерть, не на позор, не на посмеяние. Если ты желаешь. Я буквально... У меня немного времени. Но та минута, которую Павел сказал, она сейчас начнет действовать. Ну, борись же. Борись. Борись. Двигайся. Ноги не двигаются. Двигайся. Сюда двигайся. Не там стой. Сюда двигайся. Пожалуйста, сюда. На это место двигайся. Начни же бороться. Бог любит тебя. Бог любит тебя. Любит, любит. Я утверждаю, Бог любит человека. Аллилуйя. Бог любит человека. После служения не подойдешь ко мне. Ты обязательно подойдешь, если хочешь жить. Да? Ну, присядьте. Стихотворение кто-то хотел рассказать? А, пожалуйста. Просто голос сердца сказал, что я обязательно должна это прочитать. Касается этой темы сегодняшней. Я прочитаю, извините. Незаметно крадется ложь, промелькнет, как искра в глазах, прикоснется, как теплая дрожь, сладким ядом вливаясь в кровь. И ползет эта хитрая гадость прямо к сердцу, чтобы свить гнездо, вводит в душу кипящую страсть и ныряет затем на дно. Хорошо сатане, словно рыбе в воде, глубинечит о грешной душе, и мечтает она только лишь об одном, пристрастить его душу к себе. Наслаждением она заманит для начала попробовать чуть, прикоснуться хотя бы губами или просто нюхнуть чуть-чуть. Ничего, говорит, не страшно, если даже глотнешь глоток или слабо затянуть дымок, или просто кольнешься чуток. Ненасытная тварь сатана хочет большего, дайте ей, что нельзя, или ломка начнется тогда, просит море страстей выпить реку вина, да побольше курнуть табака и острее, что была игла, а затем рука сама так и тянет всю дрянь к себе. Пристрастилась, видать, душа и хохочет теперь сатана. Как же жалок и нищ человек, что впустил в свое сердце обман, затуманил глаза дурман и попала душа в капкан. Все пристрастия рабства греха, похотливость большая беда, наслаждение не ерунда, это ложь, в чем гибнет душа. Тяжело так будет выбраться ей из таких душегубных цепей и совсем уж не просто сорвать всякого привычных страстей. Но пока еще жив человек, хоть уже или дышит душа, шанс спасения все-таки есть через кровь Иисуса Христа. Спасибо, Леон. Большое спасибо. Забытый, может быть, псалом, пели мы когда-то его давно, неужели уйдешь, ты не приняв Христа? Вы знаете, кто его знает? Кто не знает, научитесь. Пусть сегодняшний вечер, пожалуйста, Владимир Ильич, прояви скорость повышенную. Спасибо. Ты очень быстрый. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 956-й. Давайте мы пристаем. Самое интересное, что я сегодня знаю, о ком идет речь. Да, бывает, не знаешь. А я сегодня знаю. Я знаю, о ком идет речь. Неужели уйдешь, ты не приняв Христа, чтобы дальше во враге блуждать? Нет, это человек верующий, член церкви. Прощением божественным пренебрежешь, не приняв его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь, ты не приняв Христа? Неужели уйдешь? Пойдем. Неужели уйдешь, ты не приняв Христа? Неужели уйдешь, неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь, неужели уйдешь? Ты не принял Христа, неужели мы уйдем? Четвертый. О, друг, мы этой жизни Христа не отрыли. Покойно сделает только Он, Не ближе спаси, не усомнений откинь. Покойся и будешь спасен. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не принял Христа, неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не принял Христа, неужели уйдешь? Вот так бывает и уходим, и проповедь звучала, и говорили что-то, и призывали. А человек не знал, что он последний раз в Доме Божьем. Правда, интересные мы люди, подойдет тот яд, и сердце остановилось, и навеки человек ушел из земли, абсолютно без какого-то шанса вернуться назад. Не стоит ли нам смиряться, друзья мои, братья и сестры? Не стоит ли нам прахи перед Богом? Не обращая внимания, что мне, кто там скажет, зачем это кому надо? Не стоит ли нам быть весьма искренним перед Богом? Неужели уйдешь из сегодня, не принял Христа? Неужели? Сейчас будет заключительная молитва. Как бы ни хотели, как бы ни было открыто сердце, но время берет свое, и нам пора уходить домой. Но сегодня Бог особенным образом говорил для тебя. И запомни, уважаемый слушатель, Бог говорил для тебя. Ты не можешь сказать, я не понял, уже все, наверное, поняли, думают, скорее бы уже пастор заканчивал. Я закончу, конечно. Но я хотел, чтобы заключительная наша молитва была сильная и горячая. И в этой молитве мы скажем, Господи, сохрани нас и в дороге, и на эту ночь, и на завтрашний день. Мы желаем жить на земле, здесь и в вечности. Мы желаем иметь мир, здоровье, успех, жизнь. Но в этой жизни случается то, что мы даже и не планируем. Но это особенный вечер. Запомните, что я вам сказал. Мы когда-то вернемся. А я говорил наперед. Итак, у нас пятница, у нас молитва на 9 часов, пожалуйста. Воскресный день, особенный день. Мы будем вспоминать страдания нашего Господа, причастия, хлебопреломления. Давайте побудем в молитве, посте, кто как, по мере своих возможностей, желания. Пожалуйста, это не насильственно, это добровольно. Но в воскресенье мы будем вспоминать страдания нашего Господа. Пожалуйста, приготовьтесь. А вечером у нас молитва освобождения и исцеления. А в четверг, да, простите меня. Я неумышленно. Ну, здесь вы написали Дмитрия Анайничева. Так это я же при чем? Плиз объявите о Сестринском завтра. Плиз объявляю. Завтра в 7.00. Вечера, топ-то, в 19 часов за киевским часом. Ну, я кем уже еще? Какой еще может быть час? Нью-Йоркский, Вашингтонский, Сакраменский. Сколько часов, правда? Но мы соберем по сакраменскому времени. В 7 часов вечера, сестры. Пожалуйста, приходите. И доболосовит вас Господь. Итак, у нас заключительная молитва. И все-таки, кто хотел бы вот так, чтобы о нем помолились Богу? Вот, чтобы это был победный вечер. Преломляйся, душа, преломляйся. Надо. Ну, надо. Надо. Итак, кто желает, давайте. Вот такой надоедливый сегодня. Но я сильно хочу помолиться эту душу. Ну, сильно. Бог знает, что я очень хотел. Пожалуйста, идите. И мужчины тоже. Вам тоже не стыдно каяться. Идите ближе, быстрее. И с этой стороны тоже. Да-да-да. И с этой тоже идите. Пожалуйста, как можно быстрее. Кто желает, чтобы о нем помолиться, идите сюда, сюда. Идите сюда, кто желает. Ну, что же у нас такая церковь сегодня? Хорошо. Быстрее двигайтесь, двигайтесь, очищайтесь. Давай-давай-давай. Хорошо, правильно. Слава Богу. Чудесно. Да благословит вас Господь. Продолжайте, продолжайте. Продолжайте. Давайте-давайте. Сегодня хороший вечер. Это Божий вечер. Я люблю Божий вечер. Когда Дух Святой делает специальную работу. Аллилуйя. Еще должны идти. Еще. Я знаю, что должны. Идите сюда. Идите. Продолжайте двигаться. И с этой стороны особенно, я прошу. С этой. Это тоже хорошая сторона. Везде любит Бог людей. Аллилуйя. Аллилуйя. Пожалуйста. Пожалуйста. Пастыря, пожалуйста, проходите, молитесь. Эти люди прошли для благословения. Особенный вечер. Особенный вечер. Таких вечеров не было в церкви пробуждения. В среду таких вечеров не было. Дух Святой. Дух Святой нежно зовет тебя. Приди, дочь моя. Приди. Приди, сын. А вот. Господь склоняются люди перед тобой. Народ очищается, Господь. Народ смирения души склоняет свои колени перед тобой. И благо нам приближаться к тебе. Благо нам приближаться к Богу нашему. А вот. А вот. Вот тот горький корень, который так укоренился. Который так усилился. Да будет он сокрушен во имя Иисуса Христа. А вот. А вот. Я прошу твоей помощи. Я помощи прошу тебя. Помоги душе. Освободи ее, Господь. Освободи каждую душу сейчас. Каждую душу перед тобой склоненную. Каждую вызывающую к тебе. Ты услыши. Это победа. Это победа твоя, Господь. Это победа твоя. Во благо душе человека. Человек склонился перед тобой, перед именем твоим. Слонился для победы твоей. В своей жизни, в своей душе. Благослови. Пастыря, пожалуйста, как можно быстрее. Молитесь за всех людей. Молитесь за всех. Молитесь. Это вечер в Доме Божьем. Это вечер в Доме Божьем. А вот, Господь, этот вечер Ты назначил для нас, чтобы в тихом веянии ветра Дух Святой сейчас пошел по сердцам. Тихом в тихом веянии ветра освобождая, исцеляя. Врачуя и укрепляя, врачуя и укрепляя. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Сына Божия, во имя Сына Божия. Врач не имел никакого успеха, а Ты имел успех. Во благо человеку. Ты имел успех, Отец, во благо человеку, чтобы кровь Сына Твоего Иисуса сегодня действовала сильно и могущественно. Во благо человеку. Во благо души человека. Аллилуйя, аллилуйя, благодарю Тебя, слава Тебе, хвала Тебе, благодарность Тебе. А во очень благодарность Тебе, благодарность Тебе. О, да будут благословенные те, которые сегодня пришли к Тебе. Господи Боже, пришли и склонились и говорят, благослови меня, прости меня, очисти меня, освяти меня. Я желаю расти духовно. Я желаю освящаться больше. Я желаю двигаться в благодати Твоей. Я желаю приблизиться к престолу Твоему. Я желаю, я нахожусь там, на Голговской этой горе, на горе Черепов.